Здарова всем, ребят! Как вы все уже знаете, да и, наверное, Ка уже ощутили то, что два дня назад я стал обладателем айфона 8, и буквально все эти два дня, это, наверное, были лучшие моменты в моей жизни. Я был безгранично рад этому шикарному айфону, и моя жизнь с этого момента гораздо улучшилась, буквально начала играть новыми красками, и ничего не предвещало беды. Но сегодня где-то в 11 часов утра в нашем городе ебанул жесткий мороз, буквально там минус 25 градусов, и я, как ни в чем не бывало, иду там на улице, щелкаю ебалом в айфон, в новенький, ну там осматриваю там все. Ну, интересно же, еще там, даже еще спустя неделю находишь много чего нового, но неожиданно возникает, бля, ну происходит то, что просто повергло меня в шок. Играю я, нахуй, играю, клацаю там пальцем что-то, вожу, бля, с умным видом, и неожиданно он берет и выключается, нахуй. Ну, так, ну, бля, я на него сейчас снимаю, конечно, ну вот, давайте представим, что это айфон, и я там клацу-клацу, и тут он выключается, нахуй. Ну, то есть, смотрите, горит экран, да-да, и тут выключается, но только без моего нажатия. Я, естественно, охуеваю, он такой, что за хуйня, типа. А еще у меня было 70% аккумулятора на это время, вот 11 часов утра, и буквально вот после того, как он выключился, я, естественно, начал его включать, там, бля, и я включаю, нахуй. И становится, вижу, что 7%, 7%, а было до выключения 70%, бля, я, ну, охуеваю, естественно. Не, я, конечно, слышал там раньше, еще там во времена Стива Джобса, на вот этих айфон 4, там, что они выключаются на морозе, но я думал, что это все исправлено еще давно. Ну, ну, как это так, дохуяши клиентов от айфона, они там с России, даже с тех в Якутии, там, например, для них, там, минус 40, это считается нормально зимой, даже летом, наверное. А есть же там еще с этих, кто, ну, бля, ну, какие там самые холодные страны, в Антарктиде, там, на Северном полюсе живут, вот эти, у них там вообще, там, нахуй, до минус 100, наверное, опускаются, и они же тоже, наверняка, хоть и не все, но у них есть айфоны. И, ну, и тут я, естественно, ну, напоминаю, у меня айфон 8. Я, естественно, захожу в интернет, бля, вожу там, бля, ну, какого хуя он выключился. Ну, и, бля, многочисленные сайты, многочисленные статьи о том, что рабочая температура айфона, бля, от нуля до плюс, ну, от нуля до плюс, там, 25, это рабочая. То есть, во всех других температурах Apple не гарантирует работу. Бля, как это так, нахуй? Я, естественно, охуеваю, что за хуйня? Ну, на упаковке я не нашел этой информации, может, там что-то по английскому, но я по нему ни хуя не понимаю. И, бля, это просто вводит меня в шок, нахуй, я, ну, бля, я ищу там различные форумы, и ни у кого, в общем, не вызывает это удивление. То есть, все довольны, все уже к этому привыкли и относятся к этому. Ну, то есть, я читаю там людей, они пишут, да, там, его... Он выключается, если его доставать с кармана, бля, доставать с кармана? А нахуя я его купил? Вы извините, у меня просто, бля, ну, насколько... Это для меня шок, что у меня, бля, нахуй уже судороги языка, наверное, происходят. И, то есть, все нормально относятся к тому, что, например, там, зимой с 1 января по 31 февраля айфон, считай, непригоден для пользования на улице. Ну, то есть, эти люди отдают огромные деньги, там, за айфон. Ну, ладно, я его не новый купил, я его, там, где-то за 1 третью, фактически, от цены нового. Ну, бля, люди покупают новые, и они смиряются с этим, что они не могут пользоваться ним, соответственно, 3 месяца в году. Бля, это, это, ну, бля, ну, я просто не понимаю этого. И главное, людей все устраивает, никто не уходит там на митинги. Не, я знаю, что там в некоторых странах, в той же Америке, там, даже зимой температура не опускается ниже нуля. Ну, бля, да хуя стран, в которых экспортируют эти айфоны, там, и этот бах, там, я не знаю, из-за чего он, бля, кто творит, там, из-за тонкого корпуса, кто-то из-за плохой, там, изоляции или чего-то еще. Ну, то есть, это уже длится как минимум 10 лет, и Apple нихуя не делает, чтобы это исправить. То есть, все, всех этих, всех это устраивает, и никто даже не возмущается. Это просто пиздец, ребят, я, я буквально до этого момента, я был пиздец, как доволен айфоном, но это, это мне просто пиздец удивило. И я сначала не поверил, я сначала думал, он у меня там, не знаю, хуйню меня впарили, ну, какую-то сломанную, но нет, это у всех. Написал там он знакомому, у него тоже восьмой айфон, и он говорит, вы выключается, нахуй, выключается на морозе. Даже не то, что там при минус 25, как у меня сегодня было, а даже при минус 5 может выключиться. Это просто пиздец, ребят, ну, я просто для сравнения на всех моих айфонах, в том числе на Huawei P10 Lite, на всех, что были у меня за всю жизнь, никогда такого не было, даже малейшей там, ну, быстрой разрядки не было на морозе. А тут он, я его, в общем, до выключения было 70%, а после 7%, это просто пиздец. Ну, единственное, что я, ну, он выключился, я его включил, он включился, еще будучи на улице, но 7% так оставалось. Я вот на улице еще находился там где-то час, он, ну, я больше не пользовался. Я пришел домой, положил его, был 1%, в общем, а потом я его выключил, нахуй. Ну, я же думал, там, 1%, все, значит, ему скоро там выключится. И, в общем, я его выключил, включил, а и осталось 60%. То есть, фактически, 1% и 7% это было лишь наеб. Ну, я не знаю, из-за чего это происходит. Да, многие сейчас напишут, там, якобы, может, эта батарея быть из расхода, ну, я чекнул, там, на стройках есть вся эта хуйня, 89%. Это охуенно считается из-за, из-за вот исчезновения 11% не может быть вот таких багов. Ну, то есть, все равно это, как я понимаю, массовая проблема, и это у всех. Ну, никто никак не возмущается, и всех все устраивает. То есть, вот, идешь ты по улице, например, у тебя там срочный звонок, ты идешь с айфоном, ну, или, как я это понимаю так, это знак того, что покупать айфоны могут только, там, богатые люди, ну, которые ездят на машине, там, которые, там, бля, работают в Газпроме, а другим, ну, типа, хуй вам. Ну, я это так понимаю. А иначе как тогда понимать, что зимой, фактически, ты вообще не можешь пользоваться айфоном? Вот, ну, это мой вывод. Я так понял, и по отношению Apple к покупателям, это просто пиздец. Я этого не понимаю, я просто охуел, вот, несмотря на все плюсы айфона, он мне пиздец как понравился, этот жирный минус просто, ну, это просто пиздец, ребят. В общем, есть ли у вас тоже айфон, напишите в комментариях, есть ли у вас такая проблема, и в особенности тех, кто живет там, например, где-то в Сибири, там, вообще, минус 40 градусов, у вас, как вы вообще вот живете, например, вы идете в школу, вам там срочно звонок от мамки, например, нужно сказать ей, чтобы дошли, и как вы это делаете? Ведь айфон, он не сразу при вхождении в здание, еще его можно включить, там еще до хуя времени проходит. Ну, ну, в общем, долго все объяснять, но это для меня просто пиздец, ребят. Вот, хочу услышать от вас, как вы боретесь с этим, что ли? Напишите в комментариях и ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok